Родился я в городе Чита. Ходил вначале в Ясли, потом в детский сад, потом в среднюю школу номер 12. Жил на краю этого самого города Читы, в очень приятном месте, где когда-то было на границе 19-20 веков, кладбище городское, в том числе там были похоронены японские военнопленные. И когда стали строить дома, то кто-то очень умный решил построить именно там дома посреди кладбища. Поэтому все мое детство было под знаком того, что все время выпахивали какие-то траншеи для труб, потому что строили новые дома, а наш дом там был первый построен. И от него все время тянули трубы. И каждый год протягивали, там зимой или летом, неважно, через это самое кладбище. И сделали косточки, черепа, и мы ходили ими, играли. С тех пор я антрополог. А дальше уходил такой лес, ну он такой, конечно, условный вначале был, а потом уже не очень даже и не условный, ну поскольку это все-таки Чита, вот и там сопочки с тайгой, и мы в принципе можем хоть до Байкала там идти по этой тайге. Там мы с некоторых пор ходили с собачками. Ну вот. Когда я учился, значит, учился в школе, но очень любил ходить в библиотеку. Ходите в библиотеки, это полезно. Вот, читал книжечки, ну вначале в детскую библиотеку, потом во взрослую библиотеку. И конспектировал. У меня до сих пор эти тетрадочки с конспектами лежать. Очень полезно. Вот. Ну, собственно, так прошло мое детство. А потом пошел в МГУ учиться, но это уже не детство. Ну вот, собственно, со школы еще и началась, наверное. Ну, то есть, как совсем, конечно, когда я уже поступил в МГУ, ну не в МГУ, куда ничего бы поступил. Вот. А так где-то лет с пяти, наверное, я не знаю, там плюс-минус, у меня была книжечка «Палеонтология в картинках» к вопросу о важности популяризации науки. У меня родители купили классная такая книжка с картинками. Я до сих пор ее там чуть ли не наизусть помню. Я знал, что я буду ученым и изучать буду динозавров. Ну вот. Ну, не совсем динозавров, конечно, но тем не менее. И, ну, то, что я хочу стать биологом и, более того, палеонтологом, я знал с очень ранних лет. А со своим братом Ильей мы там составляли коллекции насекомых, перерисовывали всякие картинки. Ну, конечно, я не зацикливался только на обязательно там биологии. Вот. Мы там много чего, там всякие танки, корабли, там про пиратов каких-то читали, что только они делали. Всячески развлекались. Ну, вот, где-то с детских лет, да. Ну, поскольку я хотел стать палеонтологом и изучать динозавров, то как-то было достаточно очевидно, что я иду на биофак. Ну, понятно, что у меня лично представления о системе высшего образования были очень туманные. Ну, то есть, откуда бы они у меня вообще взялись. Но поскольку мои родители все-таки тоже преподаватели и сами учились, ну, только в Ленинграде, то они-то в этом всем разбирались и определили, что вот, ну, биофак, само собой, ну, как-то и для меня это было тоже очевидно достаточно. У меня была такая подушка безопасности, потому что я в Чите еще, между делом, поступил, ну, я в педагогический вуз и в медицинский, ну, как бы, в мед я даже, по-моему, документы не подавал, ну, даже не, наверное, а точно. Ну, вот, а в ПЕТ я, в общем, даже вполне поступил. Ну, вот, ну, поскольку в МГУ еще на биофак поступил, то и что еще надо. Ну, вот, поэтому, ну, как это было, само собой, разумеется. Ну, и в ПЕТ тоже я бы там на биофак пошел в Читинский. Когда я поступил на биофак, я все еще хотел быть палеонтологом изучения динозавров. Но распределение по кафедрам в тот момент происходило в середине первого курса. Ну, там, что-то после Нового года, по-моему, или перед Новым годом, но неважно. И первые полгода – это общие полгода, когда общие курсы читаются. И в это время, ну, все студенты, собственно, определяются, чем они конкретно хотят заниматься. Ну, я подошел к делу научное, я пошел просто по разным кафедрам, ну, которые хоть какое-то вообще отношение к палеонтологии могли потенциально иметь. Приходил на кафедру, находил там кого-нибудь, да, живого человека, и спрашивал, вот, я такой-сякой студент первого курса, думаю, может быть, пойти на вашу кафедру, чем вы тут занимаетесь, расскажите, пожалуйста. И неожиданно выяснилось, что именно на кафедре антропологии самые добрые, отзывчивые люди, которые внятно, четко, ну, там, Ирина Анатольевна Глащенкова, ну, она же слаболюбого, вот мне попалась, как бы это, ну, Илья ей попалась, как вариант, да, и она мне лучше всех и более внятно, чем кто бы то ни было, рассказала, что делают на кафедре антропологии. Ну, а поскольку я и древними людьми тоже увлекался неизбежно к этому моменту, то я решил, что бы, собственно, и нет. Ну, то есть на кафедре антропологии позвоночных, которая, как бы, к палеонтологии гораздо ближе, там какие-то все мне показались не очень добрыми, ну, там конкуренция большая, потому что это большая кафедра, там много студентов, и они как-то, ну, и студентам больше, студентам меньше. Ну, вот, на теории эволюции меня там Северцев очень сильно напугал клубами табачного дыма, и тем, что он так ткнул в меня пальцем, сказал, ты будешь заниматься дрозофилами. Я в панике убежал из этих клубов и больше туда не возвращался. Ну, вот, а на кафедре антропологии, вот, оказалось самое адекватное, и пошел туда, собственно, и с тех пор там оживу. Ну, у нас было несколько таких практик. Ну, собственно, антропологическая катакова, в частности, проходила в городской больнице, я не помню номер в Москве, но не суть важна. Там вот мы снимали кардиограммы, измеряли людей. Ну, например, у нас там была женщина, это метр сорок, что ли, ростом. А было дядя такой, что у нас циркуль не открывался на такую ширину, чтобы его измерить. То есть не хватало линейки на инструменте, чтобы померить этого дядю. Это очень большой был дядя. Ну, вот, но это так. А, скажем, археологическая практика у меня была в городе Зарайске, где и тогда вот раскопки начинались, да, и сейчас они продолжаются успешно. Стоянка верхнего палеолита Зарайская, мега сенсация, там сенсация за сенсацией каждый год происходит. И я там сам практику проходил, мы там массу всего интересного нашли. После этого я туда практику уже возил, вот, ну, и теперь иногда приезжаю. Ну, вот в этом году, видимо, не поеду все-таки. В какой-то, ну, как, момент, когда я уже, наверное, был аспирантом, периодически в институт антропологии на кафедру обращался кто-нибудь, там, ну, частные люди, журналисты, там, телевизионщики кто-нибудь, и что-нибудь такое там спрашивали. А их все посылали ко мне, потому что говорили, о, там есть такой молодой Наглодорбышевский, ну, всем времени жалко, просто каким-то там журналистам что-то отвечать, да, ну, их нафиг, как бы. Вот пошлем все к Дребышевскому. Он безответный, как бы, да, он же аспирант, куда он денется, пусть отвечает. Ну, и мне тоже деваться-то было некуда, да, когда мне там, допустим, Виталий Михайлович Харитонов присылал, и мы говорили, это от Харитонова. Я говорю, ну, как я, не могу же я, ну, как бы, сказать, что идите все, я занят. Ну, вот, и приходилось отвечать. Ну, так я и отвечал, собственно, оттуда-сюда. Как-то стал, ну, немножко известный, видимо, где-то там мои контакты, попали, да, в оборот. И в какой-то момент Александр Соколов тоже обо мне неизбежно узнал и решил тоже сделать интервью. А в процессе уже самого интервью ему пришла классная идея в голову создать антропогенез. И, собственно, мы создали антропогенез. Вот, а с этого момента уже все полетело со страшной силой. С этих пор моя наука почти полностью накрылась, а зато вот появилась популяризация. Ну, я не очень жалею о науке. Я считаю, что если я за счет своей вот этой популяризации науки втолкну туда парочку человек, они сделают в науке все то, чего я не сделал в науке. Ну, я не считаю себя каким-то великим там супер-мегаученым. Вот, свой вклад я какой-то сделал. Ну, книжек по антропологии я написал больше, чем вся остальная кафедра вместе взятая. Так что моя совесть, моя душенька спокойная. Вот, статей я сейчас практически не пишу, но вот занимаюсь популяризацией. Ну, вроде получается, раз вы меня об этом спрашиваете. Ну, как мне про это без конца рассказывают, что я звезда. Ну, как бы, раз так все назойливо про это говорят, наверное, я звезда. Ну, вот, я не стремлюсь к этому совершенно. То есть, ну, приятно тот момент, что куда-нибудь я приезжаю, вот только что я там в Волок, допустим, ездил, да, и все сразу встречают, а, к нам приехал Дробышевский, водят меня за ручки, показывают, посмотрите направо, посмотрите налево, направо, налево. Ну, вот, прямо там звонят мне там в колокола, кормят, поют, да, там, водят в музеи на халяву. И даже вон там я скатался в Африку, когда бы я в жизни вообще поехал в Африку, да, или там в Израиль, там, ну, и все это за бесплатно, что характерно. Ну, у известности есть огромные плюсы. Ну, то есть, то, где бы я никогда в жизни не оказался, да, становится доступным, благодаря такой популярности. Это хорошо. Иногда даже денежки мне платят за это. Вот, ну, не всегда, но часто. Это тоже приятно. Но я не делаю для этого что-то прямо-таки специально. То есть, у меня как-то оно получается, да, народу нравится, ну, что еще надо. И хорошо. Поскольку моя специальность, да, моя профессия – преподавание, то, в принципе, я занимаюсь, ну, своей профессиональной деятельностью. Я должен вещать, я вещаю. Ну, значит, получается. Это здорово. Так что к популярности я, как бы, отношусь нормально. Ну, и иногда, на самом деле, я себя ощущаю некоторым таким мошенником-обманщиком. Это буквально-таки вчера посмотрел видюшку, оказывается, это известный эффект. Это прямо-таки как-то есть название даже специальное, типа там синдром самозванца, что-то как-то так. Что люди, которые, ну, чего-то достигли, им кажется, что они не дотягивают и не дожимают. Вот это точно про меня. И я про это, кстати, уже тоже много раз говорю. А вот оказывается, это не я один такой. Это, оказывается, известный феномен. Потому что мне-то лично кажется, что я рассказываю о банальных вещах, которые и так, в общем, как бы, ну, ну, не то чтобы вообще известны, да, я понимаю, что это, может, не так много народу знает. Но, с другой стороны, ну, они не какие-то там тайные знания, скрытые от общественности, да, то есть это все в доступе. Человек, любой человек может зайти в интернет и все то же самое найти, прочитать, да, там, все эти статьи, книжки и сделать свои выводы. А я все то же самое, в общем-то, даже упрощаю. Где-то что-то я сильно не знаю, да, иногда я даже что-то привираю, иногда я ошибаюсь, ну, и что-то говорю, а потом думаю, елки, чужие, ляпнул-то такое, да. А все с разгрызмом слушают, и мне потом кажется, что, ну, что-то я немножко, да, забрался там и так далее. Но, с другой стороны, видимо, на безрыбье, как бы, куда деваться. Другие антропологи этим не склонны заниматься. То есть антропологов, занимающихся популяризацией, у нас в стране очень мало. То есть Бутовская, ну, раньше как-то она активнее, сейчас гораздо меньше, по-моему, стала это делать. Ну, вот сейчас, слава богу, есть Елена Сударькова в Дарвиновском музее. Вот она активнейше это делает. Так как бы и все. Ну, и там Добровольская пару лекций читала, да, Бужилова, Медникова. Но это единичные, как бы, такие выплески. Ну, еще там, ну, каждый антрополог рано или поздно где-то что-то, какое-то интервью там, да, вот что-то написала популярное, да, в какой-нибудь журнальчик, там еще что-то такое. Но так, чтобы методично и постоянно этим заниматься, вот пока я такой один. Ну, вот Елена Сударькова сейчас, слава богу, есть, и я очень рад. То есть моя-то мечта, чтобы таких популяризаторов было много. И чтобы все от меня отстали, а я бы лег на диване и лежал, и только слушал там другие видюшки. Я тоже люблю смотреть видюшки в интернете, вот, дайте мне их смотреть. Только кто-нибудь снимите их, наконец, кроме меня. Ну, по антропологии, там другие-то есть, вот. Но вот рано или поздно, наверное, появятся, я буду отдыхать, почивать на лаврах. Посчитать это крайне проблематично, потому что, ну, лекции делятся как бы на несколько групп. Это лекции запланированные учебные на работе, да, это вот МГУ, две школы и там что-то еще. Ну, это там одна-две лекции в день в течение вот всего учебного времени, ну, посчитайте. И популярные лекции Архе, это фактически работа. И вот за эпоху коронавируса по одной-две-три лекции в день я читаю, ну, сотни лекций за сезон, скажем так. Не знаю, не считал. Хотя у меня есть файлик, на самом деле, где я сохраняю свое расписание, то есть, в принципе, посчитать можно, но мне не хочется этого делать, честно говоря. Много. А тем, если брать темы лекций, есть несколько десятков тем, и тем более показательно, что когда я организаторам предоставляю как бы меню, да, выбирают одни и те же. А есть лекции, которые редко почему-то у меня просят прочитайте, они красивые, я старался в презентации делал красочные. Так что, если вдруг кто организатор, выбирайте что-то нестандартное. Ну, это одно и то же. То есть, я их как-то и не особо разделяю, потому что преподавание, популяризация – это одно и то же, это одни и те же люди. Уровень знаний настолько у всех никакой, что какая разница, это студенты биофака или это какие-нибудь там художники, да, вот. Ну, вот сейчас я поеду художникам вещать, например, или кто-то еще, ну, просто базовый уровень как бы незнания, он настолько тотально глобально всеобщий, что всем приходится считать примерно одно и то же. Крайне показательно, что, например, лекция, которую я создавал для научной школы-конференции, где в том числе были доктора наук слушателями, да, в итоге оказалась самой идеальной для чтения школьникам. Вот недавно я буквально школьничкам читал. И даже там дошкольникам, вот лучше всего заходит. Красивые картиночки с обезьянками, красота. А создавалось как научный доклад. Ну, это студентов надо спрашивать. Ну, как, пока я им рассказываю, они обычно радуются, они ушки развешивают, смотрят на эти красивые картиночки. Когда приходят экзамены, наверное, уже немножко по-другому они относятся. Но это судьба любого преподавателя. Но я не очень валю, надо сказать. То есть я неправильный преподаватель, я стараюсь их как бы вот до последнего не посылать как бы на пересдачу, потому что они же вернутся. Ну, вот это, кстати, беда всех практически антропологов, потому что антропологи, они люди добрые. Ну, это даже вот у Алексеева обоснование такое было в какой-то книге, что антропологи самые добрые биологи, они никого не убивают, они любят свой объект изучения, объект изучения – человек. Значит, они самые человеколюбивые биологи из всех. И практика показывает, что так оно и есть. У нас на биофаке есть такое мнение среди студентов, что антропология, да поставят эти антропологи по-любому. Вот у нас была такая Елена Леонидовна Воронцова, и она всех валила. Она была нетипичный антрополог, ну, как была она и сейчас есть, только она ушла в институт в итоге наукой заниматься. Но пока вот она была на кафедре, ее все боялись и все учились. А потом вот она ушла в институт, и все. И теперь все халявят. Новое открытие, ну, собственно, это не мне, а любому человеку, который занимается наукой. То, что вот чего-то не знал, а что-то появилось. И вот это сам процесс узнавания нового и соединение раньше каких-то разобщенных фактов в единую картину, ну, это прикольно. И когда вот увязываешь вещи, которые, казалось бы, между собой никак не связаны, да, потом оказывается, что это все одно и то же. И это общая картина, ну, прикольно. Ну, мой любимый тоже пример. Статью я читал чудесную про крылья попугаев-неразручников. Как вот связано происхождение человека, да, и крылья попугаев-неразручников. Длина плечевой кости у разных видов этих самых попугаев связана, потому что длина плечевой кости попугайчиков – это место обитания. В разных местообитаниях у них разной длины крылышки. На открытых местах там подлиннее, в лесах покороче. И ископаемые попугаи-неразручники из местонахождения с австралопитеками говорят о том, австралопитеки жили в лесу, или в саванне, или в джунглях, или где вот они жили, да. И для этого антропологу полезно знать, какие были крылышки у попугайчиков. Или там зубы у свиней, да, или еще что-нибудь такое. Какие-то там, не знаю, карликовые олени с острова Крит неожиданно, да. Тоже про антропогенез, потому что люди туда приплывали, вот когда они приплывали раньше или позже, это очень познавательно. И столько всего узнаешь, в жизни бы столько всего не узнавал. А будучи антропологом, нужно это узнавать. Иначе как бы неполноценный антрополог. Чтобы перестали задавать бестолковые вопросы, на которые можно найти очевидные ответы и так, без меня. Потому что, ну, на самом деле, немножко напрягает, когда раз за разом, раз за разом спрашивают такие простые вещи, ну, которые, во-первых, проходят в школе, в каких-то там не самых последних классах даже, да, и на которые элементарно можно найти ответ, ну, там, в банальной какой-нибудь Википедии, там, где угодно еще. И нет, вот достают меня. Вот, а вот я резиновый, да, я вот всем прям готов ответить. И моя такая генеральная цель, для чего в немалой степени я занимаюсь популяризацией, ну, кроме прочего остального, это чтобы вот этот хотя бы уровень чуть-чуть приподнять, и чтобы вот хотя бы совсем банальные вещи перестали меня спрашивать, терзать одно и то же. Ну, в принципе, хочется верить, что это достижимо на самом деле. По крайней мере, ну, есть такое у меня ощущение, что со временем люди, ну, по крайней мере, иногда начинают спрашивать что-то такое более сложное, более хитрое и более смысленное на более высоком уровне. Так что, ну, это вот, значит, результат есть. Я не зря стараюсь. Ну, пока еще я не устал, раз я здесь сижу и отвечаю. Ну, как, иногда я просто устаю часто физически, когда там бегаю, допустим, лекции читаю, да, там, в шесть часов стою, иду в школе, там, шесть уроков, да, потом в университете там пару пар, и потом еще какую-нибудь популярную лекцию, там, до десяти ночи где-то, а на следующее утро все по такому же примерно порядку. Ну, как бы, просто когда мало спишь и много бегаешь, я еще живу не в Москве, я живу в Подмосковье, и у меня, стоя в давке, добраться там на электричке, в метро, это час пик, само собой, да, естественно, получается, и потом еще обратно так же, вот, и когда я очень рано встаю и очень поздно ложусь, ну, хотя там мешки вроде не таскаю, да, ну, как бы, так физически-то работаю, это, но спина болит потом, ну, потому что целый день стоишь на ногах. Это же профессиональная болезнь всех преподавателей, там, проблемы с ногами, со спиной, ну, я еще до этого прямо совсем не дорос, то есть еще более-менее здоровый, но так смотрю на старших товарищей, думаю, что, может быть, мне так не особо надо, вот, и, ну, бывает, что, да, устаю, но это как бы не от того, что я преподаю, ну, это кто угодно устает, да, там, хоть кассир, там, хоть рабочий, там, таксист, там, кто угодно так устает, то есть я в этом смысле не исключение, но это не из-за самой популяризации. Если хотите что-то узнать, то, во-первых, попытайтесь узнать сами, попытайтесь сами найти информацию, а потом уже спрашивайте, и спрашивайте вопросы по теме, ну, меня вот спрашивают, я нашел раненого воробьенка, как его выкормить? Вот самый вопрос антропологу, да, как кормить раненого воробьенка, елки-палки. Я антрополог, я специалист, причем не широкого профиля антрополог, да, я не медик, я не врач, я не знаю, чего, как-то, кому лечить, какими-то лекарствами пользоваться, я, там, или мы нашли какие-то там странные камни, рыли колодец. Я антрополог, я не археолог, вот, разберитесь сначала как бы в специальностях, а потом уже спрашивайте. И когда вот каждый день приходится там часа два потратить на ответы вот на такие вопросы, немножко бывает, что да, ну, некая такая раздражительность появляется во мне, это факт. Но с другой стороны, я понимаю, что каждый конкретно это отдельно взятый человек, он спрашивает совершенно искренне, как правило, да, без всяких там подвохов, там, ну, большинство людей-то просто вот они, ну, не знают, как бы, куда деваться. И бывает, что я, как бы, замучиваюсь отвечать одно и то же много-много раз подряд, вот, и создается такое у меня-то внутреннее ощущение, что я только что уже пять раз это ответил, да, да сколько можно меня это спрашивать. Вот, но люди-то другие, и это у любого преподавателя такое, ну, это судьба. Одно и то же много раз подряд отвечать, потому что, ну, люди каждый раз новые. Ну, куда деваться. Такая профессия. Опять же, ну, во-первых, учебники. Учебник Рогинского-Левина «Антропология». Учебник Хрисаново-Перевозчикова «Антропология». С названиями там разнообразия немного. Ну, вот. Ну, и третью, там, кого не назови, кто-то обязательно обидится. Не знаю даже. Ну, так, чтобы из ныне живущих, да, из наших отечественных никому там обидно не стало. Джоханссон и Иди, Люси, как-то там какой-то подзаголовок есть, ну, короче говоря, про Люси книжка. Вот, вот, наверное, она. Ну, вообще есть много там. Ларичев, Сат Эдема, шикарнейшая совершенно книга. Она старая, но очень хорошая. Да много таких книг. Ну, я, во-первых, удивлюсь, если я с ним встречусь. Скажу, дык его пало. Да и ничего, мне как бы от него ничего не надо. Ну, главное, чтобы он был вообще. Но, видимо, его таки нет. То есть, вероятность существования Бога катастрофически стремится к нулю. Ну, вот. И без него как-то и так все работает, в общем-то. Ну, вот. Поэтому для того, чтобы встретиться с Богом, нужно, чтобы он был. А его, судя по всему, таки нет.